Добрый день, друзья! Я вас приветствую у себя на кухне. Не так давно мы делали тесто с вами, слоеное, помните? Оно у меня лежало в морозилке, и вот сегодня пришло время испечь коржи. У меня будет 8 коржей по количеству заготовок теста. И отрезала я 8 листов пергамента. Чтобы каждый лист не раскатывать на столе, потом его не перекладывать на противень, я делаю вот так вот. Отрезаю листики, катаю каждую заготовку сразу на пергамент и выпекаю. Итак, ребята, я приготовила пергамент и оставлю одну заготовку. Остальное уберу в холодильник. И по мере того, как я буду раскатывать и ставить в духовку один лист, буду вытаскивать с холодильника второй, чтобы он был холодный. Итак, давайте приступим. Ребята, смотрите, обязательно, когда будем раскатывать, нужно подпылять мукой, потому что тесто у нас будет прилипать. И вот прям вот так вот на пергаменте я раскатываю. Я буду раскатывать на всю территорию, постараюсь, чем тоньше будет тесто, тем будет тоньше корж. Ребята, я раскатала, смотрите, на лист вот так корж. И теперь вот у меня доска здесь разделочная, я вот так по ней сделаю обрезку. Видите? Но вот эти сами обрезки я убирать не буду. Они у меня для посыпки пойдут. Поэтому вот так вот. Теперь смотрим, что у нас тут получилось. Видите? И теперь вот так я накалываю вилочкой. Включаю духовку на максимальное. Я на 230 включила, потому что это тесто выпекается при максимальных температурах. И будем выпекать. Пока этот корж будет выпекаться, я следующий раскатаю. Раскатала я следующий корж. И точно так же поступаем, примеряем. Вот так. Теперь я здесь аккуратненько подрезаю. Почему я делаю квадратный? Потому что я буду собирать наполеон. А потом резать на порции. И мне так удобно будет. Потому что здесь будут у меня пирожные. Потом удобно будет его разрезать на пирожные. И так поступаем со всеми коржами. Выпекаем, стопочкой складываем. Потом сделаем крем. Смотрите, какие получаются коржи. Коржи допекаются. Вот такие они слоеные. Они еще горячие. Я только вытаскиваю их из духовки поочередно. Тесто, я вам хочу сказать, достойное. Зайдет в копилку мою. Так что будем его готовить. Так, еще вот по поводу этих обрезков хотела рассказать. Видите, это обрезки, которые я вам рассказывала, как раскатывала. Вот я их сюда складываю. Потом я их пробью блендером. И это будет обсыпка на наполеон. Итак, коржи мы выпекли. Сейчас я вам покажу чуть позднее. Теперь про крем. Крем будет у нас заварной. И для этого нам понадобится сахар, яйца, мука, молоко, масло сливочное, ванилин и сливки. Сейчас мы сделаем заварную основу. Вот здесь у меня сахар, мука, ванилин. Сейчас я сюда добавлю яйца. Разотру все это. Немножко добавлю молока. И будем варить крем. Сейчас мы просто разотрем вот это все. Сахар с яйцами, с мукой. Так как здесь не настолько много у нас ингредиентов, мы немножко добавим молочка. Из общего количества. И теперь вот так вот аккуратненько все разотрем. Просто растереть. А теперь, а теперь вот в это общее количество молока мы выливаем эту смесь. И сейчас будем варить на медленном огне. На медленном огне, постоянно помешивая, до первых булик. Обязательно нужно постоянно помешивать, потому что есть такое свойство у заварного крема. Прилипать. Обязательно нужна толстостенная посуда, чтобы не пригорела. Теперь по поводу коржей. Смотрите, какие они получаются слоеные. Я даже боюсь вот их брать в руки, потому что, видите, они даже просвечиваются. Но настолько слоеные, что вот просто опасно. Я вам сейчас покажу на примере обрезков, которые вот обрезки у меня оставались. Слойность. Вот эти обрезки у меня пойдут на обсыпку. Я просто вам хочу показать слоеность этого теста. Поэтому тесто очень достойное. Смотрите, как оно слоится. Вы знаете, из этого теста я, правда, еще больше ничего не пробовала выпекать. У меня были слойки с мясом из этого теста. Но я не сняла видео, мне просто не было времени им заниматься. В следующий раз я обязательно сделаю на этом тесте какие-то слоеные пирожки или слойки или язычки и покажу. А сейчас хочу попробовать Наполеон. И преимущество этого теста еще в том, что вы можете его сделать, вот просто потратить какой-то один день, выбрать, сделать 2-3 порции этого теста по пакетам и в морозилку. Потом достаете и готовите, что хотите. Хотите пиццу на слоеном тесте, хотите какие-то сладкие изделия, хотите тортик тот же быстренько, если нужно, там 2-3 заготовочки достали, быстренько испекли коржи и сделали тортик. Поэтому удобно очень, что такое тесто, которое можно сделать дома. И оно вкусное, получается и слоистое, и не магазинное, потому что магазинное я очень-очень редко использую. На медленном огне варим до первых бульок, постоянно помешивая. Первые бульки у меня появились. Вот такая густота получается у крема. Мы его помешиваем, чтобы не было комочков обязательно. И в конце добавляем сюда сливочное масло и ждем, пока оно растопится. Вот так немножко помешивая, чтобы оно быстро в горячем креме оно быстро растопится. Смотрите, крем получается вот такой гладкий и шелковистый. И мы сейчас его переложим вот сюда в чашу. Вот так. Затянем пленочкой и оставим остывать. Обязательно пищевой пленкой затянем в контакт, чтобы не образовалось корочки. И можно оставить при комнатной температуре остывать. А можно набрать холодной воды в миску и поставить, если вам нужно срочно. Если не срочно, то он преспокойненько остынет при комнатной температуре. А потом мы поставим в холодильник его до полного остывания. Итак, мы продолжаем сборку торта Наполеон. Сейчас будем делать крем. Здесь заварная основа, которая остыла в холодильнике. И здесь налиты у меня пол-литра сливок. Сейчас я буду сливки взбивать до плотных пиков. И потом по ложке добавлять крема. Друзья, забыла вас предупредить, что сливки должны обязательно быть холодные. С холодильника чаша сухая, чистая, нежирная, чтобы они взбились. И начинаем с малых оборотов. Постепенно обороты увеличиваем. Вот до такого состояния я взбила сливки. И теперь буду взбивать по ложке, добавлять крем. Сейчас я положила сюда одну ложку. Взбиваю. И так постепенно, пока весь крем заварной мы не используем. Вот такой крем у нас получился. Этот крем называется томбир. Смотрите, какой он гладкий, стабильный. И очень вкусный. Сейчас будем собирать наполеон. Итак, вот мои коржи. И в такой же форме я буду его собирать. Очень удобно в ней потом нарезать на пирожное. Сейчас покажу, как буду делать. На дно обязательно помещаем немножко крема. Вот так вот. И укладываем первый корж. Вот так. И будем теперь... Я кладу сначала по три ложки большие. Потом смотрю, как у меня получается с кремом. У меня восемь коржей. И должно у меня получиться, чтобы крема мне хватило на все восемь коржей. Видите, я обильно смазываю, поэтому я еще буду добавлять. Значит, сюда еще где-то вот так. Я люблю, когда все пропитано здесь. И крема много. Ну и вот так вот будем сейчас каждый корж намазывать кремом. Друзья, осталось у меня еще два коржа. И крема я как раз подрассчитала, как раз хватает мне на эту порцию. Итак, весь крем у меня израсходовался. Последний корж. Восемь штук получилось у меня, как я вам уже и говорила. Крема обильно получилась. Я подрассчитала, что где-то по три-по три с половиной ложки у меня уходило. Где даже четыре. В общем, я уже так примерялась на глаз. Сейчас я вот эти все бока подмажу кремом. И сделаю крошку. Обсыпем с вами крошкой. Здесь все почищу. Здесь у меня крошка. Я сейчас ее вот так помню. Ее даже не надо перебивать блендером, потому что она прекрасно мнется руками. Смотрите. Можете скалкой помять. Но она прекрасно мнется руками. Итак, сейчас мы с вами будем делать посыпку. Здесь... Сейчас вот так поудобнее поставлю, чтобы вам видно было. Как видите, крошка. Я люблю, чтобы крошка была светлая, а не зажаристая. Поэтому старалась, чтобы коржи выпекались до бледно-золотистого цвета. Не сильно. Так, ну и теперь будем выравнивать палеточкой. Вот эти крупные можно на бок сюда. Сейчас палеточкой все выровняем. Я сейчас все это сделаю, оформлю и потом вам покажу. Друзья, сделала я тортик. Все у меня уже готово. Вот такой вот получился. Я сейчас его взвешу и скажу вам вес. Сейчас камеру сниму, покажу вам его вот так, с этой стороны. Видите, с боков я здесь вот так сделала. Верхушка. Я люблю украшать осенние наполеоны. В смысле, когда делаю осенью, люблю украшать калиной. Они очень красиво смотрятся с таким украшением. Сейчас взвешу. Взвесила я тортик и получился он 2 800. Этот торт я сделала для продажи. Он будет разрезаться на пирожное. Сейчас я вам приблизительно покажу. Вот смотрите, вот так где-то будет резаться. Получится 4 на 3. 12 пирожных здесь получится. Ну и вес здесь будет где-то, вот разделить 2 800 на 12. Соответственно, вот такой вес будет пирожное. Получается по 230 грамм пирожное. Ну, соответственно, буду цену торта делить и умножать на 230 грамм. На 12 частей. И будет выходить отсюда стоимость этого пирожного. Вот такой Наполеон получается. Готовьте по этому рецепту. Пробуйте. Всем пока-пока. Всем мира и добра.